Всем привет! С вами снова Славный Дружи Обломов. Это незапланированный выпуск на моем канале. Это выпуск типа вопрос-пиар определенного канала. Уже больше трех месяцев я смотрю канал одного человека, с которым я лично не знаком, не по переписке я с ним не знаком, но считаю его очень перспективным обзорщиком гаджетов и человеком, который достойно разбирается в мире того, что происходит в цифровых технологиях, там, ноутбуках, смартфонах, всяком таком. Канал этого человека называется «Ай как просто» и зовут человека Стас. На данный момент у меня есть достаточно большой и достаточно большой финансовый вопрос по поводу выбора будущего гаджета. Я был бы очень благодарен, если бы на этот вопрос ответил именно Стас. Задаю я этот вопрос именно в видеоформате по двум простым причинам. Во-первых, это для меня вопрос реально финансово остро стоящий, скажем так, и мне хотелось бы услышать мнение человека, который в этом всем очень хорошо разбирается. А Стасевич производит впечатление именно такого человека. Во-вторых, этот парень интересен мне как личности, интересен мне как обзорщик, мне интересно смотреть его канал, поэтому если от этого видео у него на канале прибавится пара тысяч подписчиков, я был бы очень рад. Ну и в-третьих, я считаю, что рубрика «Видео-ответы на видео-вопросы» была бы на его канале очень уместна, потому что одно дело выбирать какие-то темы для обзоров, темы для рассказов самостоятельно, а совершенно другое, это когда ты берешь определенного человека, у которого есть реальная проблема, отвечаешь на его вопрос и таким образом разрешаешь эту проблему еще для сотен тысяч подобных людей. Далее будет идти видео-вопрос. Собственно, я думаю, что если Стас захочет ответить на этот вопрос, то он осилит вырезать это вступление. «Привет, Стас! Респект тебе и уважуха за твое творчество!» Вот мой вопрос. На данный момент я нахожусь в процессе выбора ноутбука для монтажа видео во время поездок. Монтирую я видео, снятое в 4К, либо на GoPro, либо на Gash 4, Panasonic GH4. Монтирую я, как правило, 3-4 видеодорожки, это край крайний. Я редко монтирую больше 4 видеодорожек одновременно. И редко я накладываю какую-то сложную цветокоррекцию. Как правило, это исправление баланса белого и какие-то фильтры типа Lumetri. Для монтажа я привык использовать Adobe Premiere Pro. Но общее количество файлов для монтажа одного клипа редко у меня превышает 60 гигабайт. И тайминг, целиком тайминг клипа редко превышает 15-20 минут. То есть ноутбук мне нужен для не очень сложного, но в 4К, монтажа и хранения файлов. Типа днем покатался в Таиланде на слоне, вечером взял, все это дело смонтировал, залил на YouTube, поднял кучу просмотров, зашибись. На данный момент я продаю свой 240-й ThinkPad. Я продаю вот тот телевизор, который стоит сзади меня, и бюджет примерно такой. Если мне удастся купить ноутбук, который будет полностью соответствовать моим требованиям за 65 тысяч рублей, я буду считать, что мне чудовищно повезло. Если его цена будет 120 тысяч рублей, это очень много, и походу мне придется продать почку. То есть разброс цен для меня примерно такой. Да, я прекрасно понимаю, что для подобных нужд, для монтажа прекрасно подходят ноутбуки типа Asus Rogo 17-дюймовые, но проблема в том, что большинство таких монстров, которые стоят примерно по 100 тысяч рублей, они весят за 5 килограмм. Таскать такое с собой абсолютно невозможно. Я не готов сдавать свой ноутбук стоимостью 100 кусков в багаж, то есть это определенно придется в самолете возить с собой, класть на полку. Ну и эта штука не мобильная абсолютно, то есть да, я понимаю, что производительность виндовых ноутбуков, она повыше, там абсолютно другое железо за эти деньги, но нет, эти штуки не мобильные совсем. Это я скорее говорю даже не Стасу, а большинству людей в комментариях. После очень долгих изысканий я понял, что это должно быть что-нибудь типа MSI Apache Pro или MacBook Pro. Какой-то из версий. Ноутбуки от MSI, от Acer, за те же деньги, что и MacBook Pro, они безусловно мощнее, но, если честно, вопрос оптимизации, и я буду честен с тобой, Стас, все что угодно по сравнению с MacBook'ом визуально выглядит как кусок медвежьего говна. Я думаю, ты со мной согласишься. Впрочем, мне внешний вид не так уж и важен. Собственно, суть вот в чем. Если бы мне на финансы было бы абсолютно положить болт, я бы купил за 180 тысяч самый мощный MacBook и вообще не парился бы. Но, когда у тебя финансы ограниченные, ты начинаешь думать. И, по сути, вопрос достаточно простой. Делать ли ставку на MacBook? Реально ли он настолько крут и останется ли он настолько крут в перспективе двух, трех, четырех лет? Потому что, безусловно, купив девайс за такое бабло, я не буду его менять через год или два. За сим я обращаюсь к тебе, Стас. То есть, для меня 100 тысяч рублей это реально очень большие деньги, из которых 1070 мне удастся получить за счет продажи своего старого ноутбука и телевизора. Остальное придется добавлять из собственного кармана. Огромное тебе спасибо, если не проигнорируешь мой вопрос. Респект тебе еще раз за то, что ты делаешь. По скриптуму, если есть возможность заказать MacBook из другой стороны и по прибытии нанести на его клавиатуру русские буковки лазером, эта услуга, по-моему, стоит 1000 рублей или около того, есть ли в этом варианте какие-нибудь подвохи. Собственно, тут заканчивается видео вопрос. Я не уверен, что Стас ответит вообще на него. Я не уверен, что этот вопрос будет ему интересен или интересен кому-то из подписчиков. Но я уверен, что появится много интересных комментариев, потому что, поймите правильно, я информации и по MacBook, и по ноутбукам MSI, и по разным другим просмотрел информации просто абсолютно немерено. И тестов всяких, и мнений. Один человек говорит, я монтажу на MacBook уже 3 года, бери 100% его. Другой говорит, это все дерьмо, бери MSI, они гораздо мощнее, Premiere Pro там будет просто летать. То есть мнений огромное количество, и сделать выбор действительно тяжело. Более того, если Стас решит не отвечать на мой вопрос, то есть у него не будет времени или желания, или данный вопрос уже полностью был раскрыт на его канале, хотя не совсем. Я видел только про монтаж на MacBook 2015, который, ну, не настолько мощный, как мне хотелось бы. То есть если он не ответит на вопрос, абсолютно от души я никаких претензий не имею. Это не значит, что я такой, чувак, ты там мне что-то обязан. Просто спасибо ему за его творчество. И да, чуваки, здесь все это время висела ссылка на его канал. Кто хочет, проходите, подписывайтесь. Человек потратил огромную часть своей жизни на ремонт ноутбуков. То есть то, что он говорит на своем канале, этому можно верить. То есть когда школьник на своем канале говорит, а у меня ноутбук MSI, и я на нем играю в Ведьмака, поэтому ноутбуки MSI хорошие. Это мнение, это кусок медвежьего дерьма. А когда через человека прошли сотни ноутбуков разных фирм и разных марок, и он говорит, что определенная фирма говно, а другая нет, вот это уже мнение, которое можно слушать. С вами был славный дружа Обломов. Вопрос, конечно, Стасу, но никому не мешает что-нибудь написать в комментариях. Я все прочитаю. Всем пока.